А или нет, давайте, знаете, давайте интернет-историю. Проклятие олимпийского огня. Поехали. Вау, окей, я буду говорить о настоящей истории в какой-то веке. Что это значит? Кто вы? 2800 лет назад существовали ребята, зовущиеся греками, сейчас они вымерли. Но когда они были живы, они изобрели олимпийские игры. О, да. Дай мне потрогать. Нет. Чтобы начать играть, они брали кучу девственников, не таких. Которые проводили церемонию, зажигая факел с помощью изогнутого зеркала. Затем этот факел зажигал котел, который горел на протяжении всех игр. Которые, кстати говоря, не длились очень долго. В те времена было всего около четырех событий. Швыряние палок, тяжелое фризби, борьба. И четвертое занятие. Итак, вы заканчиваете за 45 минут и возвращаетесь в виллу как раз во время традиционного тока обеда. Но вот что самое важное. Котел — это традиция. Но передача факела — абсолютная выдумка. Она придумана в 20 веке для Берлинской Олимпиады 36-го года. Как символическая часть арийской пропаганды для вы знаете кого. Упс. И с тех пор она была прокляна. Реально? Ну, подождите, давайте-ка вернемся назад. Потому что вы, наверное, думаете, как пламя попадет из Греции до, например, Бразилии с открытым пламенем. Что ж, оно плывет на лодке, едет на автобусе, летит на самолете. В это время его несут в четырех отдельных фонарях. Когда оно летит... Давай, Лохан Лайф пока. ...оно летит в бизнес-классе на двух разных рейсах. Круто. Теперь вы знаете, я могу начать записывать олимпийское проклятие. Давайте начнем с Рио в 2016-м. Страна настолько коррумпированная, что золотые медали сделаны из шоколада. А шоколадные медали сделаны из преступности. Щедрые расходы добавили политику в игры. И они вскоре превратились в кошки-мышки между охраной и протестующими. Мир сходится вместе. Бля, там реально такой пиздец был? Продолжение следует... Какой, бля, пиздец? Еще у них был ягуар в качестве маскота, который испугался, скорее всего, огня и атаковал одного из солдатов. Боже, укусил меня прямо за лицо. Они его пристрелили. Но это не первый случай убийства животного на Олимпийских играх. Сеул, 88-й. Чтобы отпраздновать, они выпустили на стадион 2400 белых голубей. Великолепно. Да там, бля, пиздец. Идея на бумаге. Но затем пришло Олимпийское пламя. А вот и грандиозное церемониальное... О, нет. О, нет. Люди жаловались на запах обожженных голубей еще несколько дней после. В 2008-м проклятие пришло в Пекин. Вот. И не только ребята на запах обожженных голубей. Начинаем в Греции с протестами. Потом в Казахстане уигуры... Уигуры... Пытаются помешать, но их арестовывают и отправляют обратно в Китай. Турция. Похожие протесты, похожие аресты. Стой, ты нарушил закон. Россия. Протесты. Затем в Британии пламя приходилось перенаправлять несколько раз. Когда оно ушло, было более 70 арестов. Амар описал службу безопасности как кучку бандитов, также протестующий с огнетушителем. Франция. Еще больше огнетушителей и арестов. После 50 срывов они запрыгнули на автобус и уехали. Аргентина. Шарики, наполненные водой. Танзания. Никаких проблем. Оман. Никаких проблем. Индия. Больше протестов. Таиланд. Больше протестов. Малайзия. Больше протестов. Индонезия. Больше протестов. Австралия. Больше протестов. Япония. Больше протестов. Южная Корея. больше протестов. Северная Корея... Конечно же, в Северной Корее не было протестов. Вьетнам — протест. Гонконг — протест. Макао — арест, и затем, наконец, Китай. Но боги были настолько разгневаны из-за того, что факел дошел, что произошло землетрясение, и 75 тысяч людей погибло. Еще кое-что постоянно происходит с передачей факелов. Это то, что они постоянно выбирают неправильных факелоносцев, и затем, когда он доходит до котла, он погасает. Монреаль, 1976 год, считаются самыми неорганизованными играми за всю историю. Они только что закончили строить стадион. Ну, все, кроме крыши. Поэтому каждый раз, когда начинался дождь, пламя гасло. К счастью, рядом находился добрый охранник, который разжег его своей зажигалкой. Смешнее всего, это не первый раз, когда такое случилось. В 2014-й Сочи он бежит где-то 5 минут, а затем... Упс! Он погас. Так что он подбегает к этому чуваку, который дает ему Монреаль Спешл. Они потом потушили его, чтобы зажечь снова официальным огнем. Так же Афина, 2004-й. Официальный котел был потушен маленьким ветерком. 2012-й Лондонские игры. Поток воздуха потушил пламя во время открывающей церемонии. Смотрите на панику, написанную на лице этой женщины. В Лондоне рафтинговая команда, ну, оп, обрызгали немного. В Сиднея в 2000-м... Они выбрали Саника в качестве маскота? Там были протестанты с огнетушителями, но они не смогли. Океан тоже не помог. Но ваш друг, поток воздуха, сделал это снова. Хорошо. Я думаю, вы поняли. Это почти конец видео. Я хотел сказать, что будет интересно смотреть за Токио 2020. Оно обещает быть самой длинной передачей факела, когда бы то ни было. Продолжение следует...